Детективная история Казаров, где Антуанетта неожиданно встречает своего кумира. Именно с этого момента вам открывается истинное лицо игры. И, увы, достаточно неприглядное. Чтобы завязать разговор с детективом, требуется пройти более трёх живых заграждений. К примеру, по пути встретится мясник, который спросит, какой из двух на вид совершенно одинаковых тесаков лучше, и дальше в том же духе. Подобные бессмысленные встречи, просто чтобы занять время, ждут вас на протяжении всей игры. Вызывает подозрение меню настроек видео. Одно единственное строго зафиксированное разрешение — 1024 на 768, а возможность его изменения заблокирована. Игра, конечно, не так уж и требовательна к ресурсам компьютера, но что делать, если вдруг захочется более чёткой картинки или, наоборот, понадобится снизить разрешение в угоду большей производительности? На всю игру композиторы написали целых три музыкальных темы, поэтому большую часть расследования предстоит провести в молчаливом ожидании развязки. Даже диалоги озвучены на редкость монотонно и вяло. Сюжет во многом повторяет одноименную книгу Агаты Кристи, за исключением разве что концовки. Надо полагать, именно она призвана заставить истинных фанатов книги пройти игру до конца. Чтобы подобрать ключи к загадочному убийству мистера Ретчета, предстоит не один час ломать голову над банальными вопросами, к примеру, куда деть записку или как открыть проход. Если у вас хватит терпения и нервов дойти хотя бы до убийства в Восточном Экспрессе, вы можете по праву считать себя мастером своего дела. Победить эту игру действительно сложно. Субтитры сделал DimaTorzok